Давайте с вами познакомимся. На 4067 мест в рейтинге по России. То есть самый быстрый рост у нас. Мы получили диплом с мужем, как самые растущие директора в 2014 году. Поэтому я считаю, что если сама выросла, то я могу вас научить. Наташа, я включила запись. Не знаю, что там получится. Нажала на запись. Мы живем в городе Табучини. Он находится в Новосибирской области. 100 километров от Новосибирска. Город маленький, 23 тысячи человек у нас только. Но меня это не останавливает, потому что мы работаем по всей России. У нас интернет-проект, мы работаем только онлайн. Работаем в разных странах. 60 лишних стран, по-моему, компания добавила еще страны. 60 лишних стран, с которыми мы можем сотрудничать. То Арифлэм, кем мы были? Я учитель русского языка и литературы. Я работала в школе 17 лет. Вот здесь вы видите мои фотографии. Это мой последний класс, выпускной. Они закончили 9 классов, а я как раз на тот момент открыла квалификацию директора. И открыла индивидуальное предпринимательство. И школу уволилась. Дети мои закончили, и я закончила работу в школе. Муж еще, ну, в случае моего увольнения, он еще продолжал работать. Он у нас военный, сейчас подполковник в отставке. Он тоже уволился с работы, и мы строим с ним бизнес вместе. У нас семейный контракт, мы с ним на одном номере находимся. Дочь у нас есть единственная, которая сейчас учится на втором курсе в Новосибирске. Ученики скучают до сих пор, пишут мне, да. Пишут, что зря я ушла, но можно еще 20 лет в школе работать и получать при этом зарплату. В 26 тысяч у меня зарплата всего была. Здесь я зарабатываю в 5 раз больше. Поэтому, ну, тут уже каждый сам может решать, да, где лучше было работать. В школе, да, дети, обучение детей, да. Сейчас у меня тоже обучение, но только обучение индивидуальных предпринимателей будущих. Вот сейчас наши фотографии за последний год. Вверху это топовая встреча. Нас приглашали как самых растущих директоров на встречу топ-лидеров. Вот как раз вот этот диплом нам там вручали. С дипломом я стою. Внизу на фотографии с лимузином это Барнаул после БМВ. БМВ это большая мотивационная встреча. Мы просто здесь уже с вашими же директорами, с вашими спонсорами встречались, покатались на лимузине, пофотографировались, сходили в кафе. Интересно мне тогда, конечно, было, что я могла бы в это время уроки вести, да, я на лимузине катаюсь. Сама отсидение ожидала и от мужа у нас. Мало кто ожидал, что он оставит всю свою работу и тоже уйдет в Арифлейн. Я этим всегда горжусь, я этим хвалюсь, потому что кто не верит в то, что здесь можно деньги зарабатывать, зная нас, зная, что у Александра была хорошая зарплата, хорошая должность, он был замначальником колонии у нас в Погучине. После того, как он из колонии уволился, он пошел на пенсию. Мы по выходу на пенсию квартиру даже получили в Новосибирске, мы ее сдаем сейчас, живем сами в Погучине. После колонии он работал начальником охраны сети магазинов по области. Тоже должность неплохая, да, но он это все оставил и ушел в Арифлейн. Многие над ним, конечно, посмеиваются, говорят, помадки продавать, крема продавать. Нет, мы ничего не продаем, на продажах не заработаешь. Наши вебинары, как раз если вы будете посещать, то вы услышите, что мы не занимаемся продажами. На продажах столько денег не заработать. Никогда один человек не продаст столько, сколько купят для себя тысячи людей. Понимаете разницу, да? У нас товарооборот по команде почти 2 миллиона за 3 недели. Как вы можете себе представить, что мы с мужем на 2 миллиона никогда не продадим? Мы работаем с ним, не выходя из дома. У нас два ноутбука, у него свой, у меня свой. В разных комнатах с ним сидим. Мы занимаемся одной и той же деятельностью. Вот так мы работаем. Для того, чтобы работать у нас, у вас должен быть компьютер или ноутбук. С телефона есть, конечно, кто работает, если хороший телефон. Но вот есть такие действия, которые с телефона сложно выполнить. Например, заказ сложно сделать, зарегистрировать сложно человека с телефона, да? Просмотреть свою структуру. В электронной почте сложно с телефона общаться, информацию распылать. Скайп, да, нужно. Вы должны уметь делать блог свой или сайт умеет делать. С телефона это невозможно. Кто очень хочет заработать, если прям сильно-сильно хочет заработать, все из телефона работают. У меня сейчас учеников еще больше. Владимир. Сейчас тысячи учеников. Так вот, если у вас есть техника, да, компьютер, ноутбук и голова на плечах, но нет денег, да, когда нам нужны деньги, ну, вот на начальный капитал для традиционного бизнеса. Таких денег у нас не требуется. Самое главное у вас ноутбук, голова и время. Все. Больше вам ничего не понадобится. Ну, и желание огромное зарабатывать. И вера в своих спонсоров, вера в наш проект. Я пришла к Родионовым. Родионовы меня позвали, они знакомые наши. Когда я к ним пришла, они, ну, в тот момент они еще не заработали. Алена была на 9%, Иван не знаю на скольки, на 6 может быть. Как вы понимаете, на 9% это даже не менеджер был в 2013 году. Менеджер раньше считался с 12%. Так вот, Алена деньги тогда не зарабатывала, а я ей поверила, да. Я просто просчитала возможности. Я поверила в возможности того, что здесь можно заработать. Сейчас, конечно, ко мне люди лучше идут, чем тогда, когда у меня не было денег. Сейчас я показываю свою зарплату, я показываю свои справки, и люди сами ко мне идут. Сейчас проще. А тогда, да, тогда, конечно, говорили, что вот ты сначала заработай, потом мы к тебе придем. Я не верю, да, или зарабатывает тот, кто пришел первым. Я не пришла первая в Арифлэм, у меня сейчас зарплата, в среднем я просчитывала, не зарплата, а доход, 114 тысяч. В школе было 26. Я не жалею, что я сюда пришла, что я начала обучаться. Я до сих пор, кстати, обучаюсь, и вам советую посещать вебинары тогда, когда у вас есть время. Всегда будет, да. Всегда вы должны обучаться. Знаете, Владислав, людей в команде очень сложно просчитать, потому что у меня отделившиеся группы есть. Я не знаю, сколько там людей. Директорские группы, три отделившихся, и я этих людей не вижу. Каждая отделившаяся группа создает товарооборот около 300 тысяч рублей. В информационном листке они не высвечиваются уже, потому что они считаются подросшими уже, это самостоятельные директора. Я с ними все равно работаю, с их новичками работаю, но в своих отчетах я их не вижу. Вот три группы у меня отделившиеся, и еще маленькие есть группочки. А вот в маленьких группах около трехсотная на человека. Триста, пятьсот, вот так, ну и просчитать сложно. Естественно, заказы делают не все товарооборот, да, мы считаем. Заказы не все делают, кто-то делает, кто-то не делает, кто-то делает на 30 рублей. У нас обязательств нет совершенно никаких. Кто-то на 3 тысячи, кто-то на 10 тысяч, кто-то занимается продажами. Вот все по вашему желанию. Товарооборот складывается из покупок людей. Кто-то совсем ни разу ни одного заказа не сделал, и он через некоторое время просто выбывает из компании. Компания его автоматически удаляет. На какую сумму люди делают заказ? Я это тоже, ну я могу посмотреть. Ну как бы, это не важно, на какую сумму. Каждый на свою сумму. Вот сколько кому нужно для себя и для своей семьи, тот на такую сумму покупает. На слайде моих бизнес-партнеров, здесь уже есть индивидуальные предприниматели. Наталья, ну я, во-первых, советую вам сначала дослушать, или вы уже все знаете. Я вижу, вы зашли без номера, значит вы у нас еще новичок, вы еще смысл бизнеса даже не поняли, да, уже бежать что-то делать. Я не советую прыгать через ступенечки и строить дом с крыши. Мы не строим дом с крыши. Сначала дослушайте рюбинар, а потом уже дальше вам спонсор скажет, что делать. На слайде люди из разных городов. И здесь есть Омск, Краснодар, Новосибирск. Вот я вижу кого, ну просто помню, что где у меня дверь. Невинномыск, Москва, Москва, много Москвы, много Новосибирска. Дальнегорск, это Дальний Восток, Астрахань. Ну вот разные города, это Бучина, Алтайский край. И многие, некоторые из них уже являются индивидуальными предпринимателями. Оформление у нас через налоговую. И зарплату вы получаете на руки, наличными деньгами. Можете снять через терминал только тогда, когда у вас будет открыто ИП. Индивидуальное предпринимательство. До того, пока вы ИП откроете, да, до открытия ИП деньги хранятся на личном номере. Вы их можете наблюдать в своем личном кабинете. Вот здесь я сделала скрин моих партнеров из личного кабинета. Ну это вот они мне присылали свои скрины. Александр здесь у меня, Пчеренко, он уже индивидуальный предприниматель, он уже директор у нас. Живет, ну вот здесь вы видите, в городе Заринске, Алтайского края. У него накопление, ну сейчас уже больше, конечно, это старые скрины, 123 тысячи. То есть деньги вы все свои видите, они не теряются. Все до копеечки, здесь даже вот смотрите, 123 тысячи, 871 рубль 90 копеек. Ни одна копейка не теряется в компании. Кто когда хочет, то тогда и открывает ИП. Вот Александр накопил 123 тысячи, там по-моему у него около 150 тысячи сейчас уже. Он уже открыл ИП, ему осталось заключить договор с компанией, чтобы компания ему эти деньги перевела на счет в банк. И тогда он пойдет их и снинет. Катя Зветова, у ней тоже уже больше денег, чем здесь на скрине. 106 тысяч рублей, здесь 375 и 82 копейки. Катя ИП еще не открывала деньги в копеечки свои. Никуда ни одна ваша копеечка не денется. Я накопила 160 тысяч и тогда открыла тоже индивидуальное предпринимательство. А вот на этом скрине, это личный кабинет банка, банк Левобережный. А у нас в Сабучине, я не знаю где еще есть такой банк, но в Новосибирске, в Новосибирской области, вот я знаю в Алтайском крае есть такой банк. Я там открывала счет. И последнее начисление 113 тысяч 99 рублей, еще и 33 копейки. В январе это было, 29 января. Нет, это не последняя зарплата моя. Еще в феврале получала. Там поменьше, но вот скрин старый. Не стабильно, конечно. То 113 тысяч, то 80 тысяч, то в этом месяце я жду около 150 тысяч. Зарплата меняется у нас от того, как меняется товарооборот. Вот. Примерно сумма накапливается 6-10 месяцев. Но вот то, что вы сейчас видите, это за 3 недели у меня уже. Сейчас вот такой доход. В среднем, что 114 тысяч идет в месяц. А самое первое, вот это то, что я говорила, 160 тысяч, это я накаплива за 10 месяцев. Потому что, смотрите, это бизнес, как и любой бизнес. Даже традиционный бизнес возьмите с первого дня. Вам никто не заплатит там деньги. Деньги с первого дня, с первой недели, с первого месяца платятся только на наемной работе. Когда вы устраиваетесь на наемную работу, у вас есть работодатель, он вам определяет ваш оклад, допустим, 15 тысяч, и вы свои 15 тысяч получаете 20-30 лет. Правильницу почувствуете? И здесь у нас бизнес, который мы сами строим. У нас нет никакого начальника. У меня нет никакого начальника. И я ни для кого не начальник. Я просто учу зарабатывать так же, как и я. Первая моя зарплата 750 рублей. Вторая моя зарплата 1300. Видите, да, что она совсем маленькая. Третья 2400 и так далее. Сейчас вот 113 тысяч, вы видите на слайде. То есть первое время зарплаты либо нет, либо она маленькая. Плохо? Не знаю, для меня это неплохо. Для меня плохо было бы, если бы я не поняла эти возможности и осталась в школе. Я сейчас бы зарабатывала 26 тысяч, а не 113. Нет, здесь на будущее, смотрите, многие говорят, о чем я ребенка буду кормить. Знаете, вот до Арифлэм вы ребенка чем-то кормили. Продолжайте его кормить тем же. И зарабатывать, чтобы через год кормить своего ребенка лучше. И показать ему, может быть, даже Диснейленд. Я не думаю, что до Арифлэма у вас дети с голода умирали. Вы их все равно кормили. Продолжайте, но параллельно работайте. Строите бизнес. А, да, вот у нас никаких веб-мани, никаких кири-кошельков. Если вам предлагают быстрые деньги, сейчас очень много денег предлагают через интернет. И мне предлагают, и в Арифлэм предлагают работать, и, ну не знаю, какие-то там еще проекты есть разные, да. Предлагают деньги каждую неделю на кири-кошелек. Еще и так крупно напишут, не Арифлэм. Как будто вот все люди так боятся Арифлэм, как будто Арифлэм это что-то такое позорное. А вот я считаю, что быстрые деньги, это как раз лохотрон. Нигде быстрых денег быстро не дадут вам. Больших денег быстро не дадут. Много и быстро, ну это обман, 100%. Любые деньги нужно зарабатывать. А у нас деньги, легальные деньги, которые облагаются налогом, мы налоги платим, мы платим пенсионные, мы платим по упрощенке, 6% отрибыли. Пенсионные, ну я открыла ИП в середине года, и заплатили мы пенсионные 10 600 рублей за полгода. За полгода мы заработали около 600 тысяч, и заплатили пенсионные всего десятку. Кто боится ИП открывать? Говорят, что там вот обдираловка. Нет, конечно. С 600 тысяч я заплатила 10 тысяч всего. И надо будет заплатить еще 6% с прибыли. Это немало, конечно, но это меньше, чем ваш подоходный налог на вашу наемную работу. Там 13%. Мы предлагаем вам серьезный бизнес, хороший бизнес, красивый бизнес, под ключ. Все инструкции выдаются вам бесплатно, потому что нам выгодно, чтобы как можно больше людей начали зарабатывать. У нас такая политика в нашем проекте, в нашей компании. Мы учим людей зарабатывать. Чем больше я научу такие деньги получать, тем больше я заработаю. Мне выгодно научить вас зарабатывать. Возьмите наемную работу, да, любую. Или традиционный бизнес, где палки в колесах и есть, да, чтобы только самому расти. У нас нет такого. Мы берем новичка и начинаем расти из него директора. Наша задача сделать так, чтобы этот новичок минимум 30 тысяч научился зарабатывать. Пусть даже он заказы свои маленькие делает сначала, но он должен учиться зарабатывать. Когда он научится зарабатывать, тогда увеличивается моя зарплата. Понятно, да, почему нам выгодно? Многие не понимают, почему мы бесплатно обучаем. Вы сейчас зашли в комнату, у вас никто деньги за это не берет. Вы заплатите, если вам придется платить только за продукты для себя. За мыло, шампунь и так далее. Но вы мыло, шампунь и покупали всегда, да, какая разница тебе платить? Только что здесь мы еще и деньги получаем, а когда вы покупаете это в магазине, вы деньги не получаете за это. Вот. Наш бизнес запускается прямо на дому. Надоедает, конечно, сидеть дома, это минус. Что выйти просто некуда. Мы выходим в магазин за продуктами, мы выходим к родителям в гости, ну, иногда в банк там деньги снять, или, ну, по таким делам ходим, за ЖКХ заплатить, да, и все. По работе мы из дома не выходим. Заказы забирать еще выходим. Ну, иногда скучно, просто выходим прогуляться. Размещать с учебой можно. Студентов много у нас. Манькова Татьяна так отлично сейчас на втором курсе учится. Менеджером уже стала. И планы у нее высокие, да. И учеба не мешает. Человек сразу, ей вот 19 лет сейчас, человек сразу понимает, что после института куда она пойдет? Пойдет, конечно, на работу. Идут студенты, зарабатывают, но они либо не по специальности, либо стаж нужен, да, либо зарплаты совсем отличные. Хорошо, когда молодежь начинает у нас работать. Через 5-10 лет, а они еще вроде молодые, да, 30 лет еще нет, они уже богатые, вот просто богатые. Я начала этот бизнес в 39 лет. Тоже казалось, что поздно. Когда были на БМВ в Новосибирске, там выступала женщина, я ее даже бабушкой назвать не могу, потому что она такая активная, такая вот хорошо выглядит. Она начала этот бизнес в 74 года. В 75 она стала директором. Ну, если такая бабушка в 74 года может стать директором, но вы-то молодые сидите здесь, вы тем более можете стать. Но вот я ее два раза уже видела на разных БМВ, ну, на двух. И я не устаю удивляться. Вот такая женщина, ну, класс, да. Поэтому никогда не поздно, никому не поздно, в любом возрасте. Начинайте, зарабатывайте. У нее перспектива какая? На пенсию жить? На сколько там? 8-10 тысяч? Либо она сейчас директор Али Флейм. Она также, она офлайн, конечно, работает. Она также приглашает людей и обучает их работать офлайн. Так, ухаживая за ребенком, у нас много мамочек в декрете. Успешные мамочки, которые открывают через, даже вот года не прошло, наши мамочки открывают индивидуальное предпринимательство. Олеся Ильичкова. Да, знаете, если ее, чья спонсор Олеся. В моей команде она тоже менеджер 18% открытой ИП, она получает деньги. Света Кулагина, мамочка в декрете. До работы в Али Флейм, она воспитателем в детском саду была. Знаете, сколько зарплат у воспитателей? Ну, не знаю, раза в два или в три меньше, чем у учителей. У нее до 10 тысяч, по-моему, зарплата была. Сейчас, вот они вчера сняли с мужем 41 тысячу. Она в декрете. Муж военный тоже. Открыла ИП, теперь у нее есть деньги. Кстати, вот для тех, кому муж не разрешает работать, говорит, что ерунды занимаетесь, и Света такая же история была. Муж также был против того, чтобы она работала. Сейчас, когда она сняла деньги первые, уже муж мнение к нашему бизнесу изменил. Алексей, ну вы сами, по-моему, пришли к нам в бизнес, сами работаете. Чаще, конечно, жена приходит, а муж не разрешает работать, да, таких много у нас. Наш тоже был против. Когда деньги увидел, когда деньги мы начали снимать через банкомат уже, тогда он тоже присоединился. В любое свободное время любой человек может зарабатывать. Очень здорово. Нравится мне здесь, что это бизнес легальный, бизнес прозрачный. Когда мы выкладываем информацию о работе, многие говорят, пишут в комментариях, например, типа такого, да если бы на самом деле было столько денег, никогда бы человек не рассказал об этом. Тепленькое местечко, вот что-то такое, да, его нужно скрывать и никому не рассказывать. У нас такой бизнес, что мы должны рассказывать, потому что если мы не расскажем, кто к нам пойдет? Кто знает, что в Арифлэм деньги есть? Я тоже не знала. Мне Алена год доказывала, что в Арифлэм деньги есть. Я ей не верила. Поэтому наша задача, как можно больше рассказывать и показывать о том, что здесь деньги есть. И жены еще не разрешают. Ничего, Виталий, зарабатывайте, жена потом присоединится. Так, финансовых вложений нет. Покупки для себя средств гигиены – это не финансовые вложения. Кто сомневается, откройте в Википедии, что такое финансовые вложения. И прочитайте, тогда уже у вас сомнений никаких не будет. И в бизнес вкладывают не меньше миллиона рублей. Вот это финансовое вложение. Когда вы 50 рублей платите за зубную пасту, то никакое это не финансовое вложение в бизнес. Зубную пасту вы покупали 20 лет назад, кто-то 30 лет назад, кто-то 10 лет назад. И никогда не считали это финансовым вложением. Я расскажу про программу. Про стартовую дальше только. Косметика. Косметика и средства гигиены высокого качества. Цена доступна. Те же самые крема, вот с такими же эффектами, вы можете найти в магазине Витуаль. Они будут стоить в 3-4 раза дороже. Я сейчас, ну вот пользуюсь сама антивозрастными кремами, антивозрастной продукцией. И я довольна тому, что морщины разглаживаются, что слез лица хороший. Ну, я не знаю, ну может быть настроение у меня теперь хорошее от того, что я в такой классной компании нахожусь и с коллективными людьми работаю. Засчитывается трудовой стаж, вот здесь вы уже не путайте, трудовой стаж засчитывается не от момента регистрации вашей. Вы зарегистрировались, вы получили дисконт. Многие у нас новички на вебинаре слушают про трудовой стаж и говорят, а как он идет, а где засчитывается? Я тогда сравниваю с дисконтными картами, которые вы получаете в магазинах. Скидочные карты, да, многие из вас в кошельке имеют. Смотрите, если вы получили скидочную карту в магазине, это же не значит, что магазин вам засчитывает трудовой стаж. Так? Вы пока, вот новички у нас, пока только получили дисконт. Кто-то начал работать, кто-то не начал работать. А вот когда вы откроете ИП, когда вы зарегистрируетесь в компании как индивидуальный предприниматель, это будет уже после того, как вы деньги заработаете, вы тогда будете иметь стаж. Вот с этого момента пойдет стаж. Вам компания начнет перечислять деньги, вы будете носить отчисления в пенсионный фонд, и с этого момента будет стаж. До открытия ИП никакого стажа, конечно, нет. Это просто дисконт, просто списка. Отчисление в пенсионный фонд. Сказалось, 17 зарплат в год, потому что 17 каталогов. Каталог 3 недели длится, и вот через каждые 3 недели мы получаем свой заход. Участие в банкете директоров. В прошлом году банкет был, но мы, так как были маленькими еще, на банкет не попали на этот. В этом году уже я и моя команда собирается на банкет. В следующем году, вот если вы останетесь здесь в проекте, вот все, кто в комнате находится, за год реально сделать квалификацию директора. Я ее сделала за 10 месяцев. На следующий год вы уже сможете попасть на банкет директоров. Это наша мечта, это мечта всех директоров, чтобы поехать на банкет командой. Путешествия в экстратические страны за счет компании, это с уровня золотого директора. Я еще нигде не была, потому что у меня только открыта квалификация золотого директора. В следующем патологии я ее закрываю. И в августе, я там, у Шарова, Юлия Черепанова, Родионовы. Мы со своими семьями едем вот от компании в Валенцию. Это город в Испанию. Золотая конференция будет. Ну, а вы можете уже попасть на золотую конференцию в 16-м году. Мечтайте о том, что вы будете путешествовать. Я нигде вообще не была, ни за свои деньги, ну никак. Сейчас вот благодаря компании я надеюсь, что где-то побываю. Ну, мне еще нравится, что бизнес по наследству передается. Можно просто номер передать. Вот мы номер передали дочери своей. У нас было два номера, у мужа и у меня. Регистрационных. Один дочери передали, а второй у нас на двоих. Сейчас я его выключу. Вот. Вот это мне очень нравится. У вас у всех есть или будут дети, и ваш бизнес на будущее. Если любите своих детей, хотите, чтобы они жили хорошо, то вы можете вкроить бизнес в компании Арифель. Три способа компания предлагает зарабатывать деньги. Это экономия. Вот вы получили дисконт, вы покупаете классную продукцию со скидкой 18%. Еще дополнительно подарочки. По стартовой программе, как вы девчонки спрашивали. По лояльности. Тут совершенно бесплатно. Вы можете выбрать какие-то подарки. Экономия – это тоже доход. Можно продавать продукцию. Компания за продажи платит тоже, но там немного она платит. Это не основной доход. Многие ошибаются, считают, что в компании Арифель продажи дают основной доход. Нет. На продажах вы много не заработаете. Представьте сами продажи. Вы купите шампунь за 80 рублей и продадите за 100 рублей. 20 рублей в карман. Это просто деньги на карманную расход. На 1000 продадите, вы 200 рублей себе в карман положите. То есть продавать – это очень трудоемко продавать. И денег много продажи не приносят. Вы дополнительно можете продавать, если вам срочно деньги нужны, быстрый доход нужен, вы можете заниматься продажами, но параллельно строить бизнес, создавая команду. Доход идет от команды. Мне в Одноклассниках вчера женщина пишет из другой структуры, как вы, в чем секрет успеха, как вы заработали. Мне надо было уже на планерку подключаться, некогда было общаться. Я ей просто написала «много работать». Она пишет, ну как вот много работать у нас в поселке, каждый второй в Арифлейм уже зарегистрирован, никому это не надо, и никто ничего не хочет. То есть вот у меня изначально такая позиция. Я говорю, ну не работайте в своем поселке, работайте в другой стране. Мы можем, да, работать. Ну, на этом наш курс закончился, она, видимо, меня дальше не поняла, что бизнес строится не на продажах. Она пишет, кому продавать я должна, если с каждого Арифлейм работать. Я ей говорю, мы не продаем, и она все равно… А у нас вот каждый уже зарегистрирован и сам себе покупает. Вот одно и то же, снова да потому. Мы не продаем, мы строим команду. Вот это им не объяснили. Они считают, что бизнес на продажах строится, продавать некому. Владислав, это откуда такие мысли у вас без продажа? Компания нам продает, я не продаю. Вот на мне платье надето, да, а я его пошла в магазин и купила. Это называется продажа, что ли? Вот стоит крем для рук. Мой, вот уже заканчивается, видите, все, нету здесь уже ничего. Я его заказала для себя и купила. Это продажа, компания мне продает, а я это не продаю, я это покупаю для себя. Вот это ваша ошибка основная, потому что понять мало кто может. И многие мне пишут, да, в одноклассниках тоже, что без продаж серьезный бизнес невозможен. Есть у нас магазины традиционные, маленькие магазинчики, да, вот частные магазинчики, небольшие супер-гипермаркеты, маленькие магазинчики, в которых товарооборот, вот они продают, да, товарооборот 400-500 тысяч в месяц. Я без продаж создаю в 4 раза больше товарооборотов. И вас этому учу. Если вы нацелены на продажи, вы не заработаете здесь. В чем смысл работы? Мы создаем команду, мы создаем большую команду, мы приглашаем много людей, которые будут покупать для себя. Они не продают, если они захотят, они будут продавать, но мы не нацелены на продажи. Эти люди будут покупать для себя. Потому что продукция классная у нас, мы приглашаем потребителей. Кто-то из этих потребителей захочет стать предпринимателем, захочет деньги зарабатывать, он тоже начнет приглашать таких же потребителей. То есть он будет строить сеть. Сеть потребителей. У нас сейчас многие магазины работают в виде сети. Сеть магазинов Лента, сеть магазинов, ну не знаю, Магнит или что. У нас Мария Ра, например, магазины. Это сетевой маркетинг. Компания прямых продаж. Давайте разбираться, почему нам выгодно покупать здесь, почему выгодно покупать каждому в своем магазине. У нас, когда новички приходят и узнают, что нужно, оказывается, купить себе средства гигиены, они говорят, ой, ну мне удобно покупать в магазине, у меня сейчас еще пока есть шампунь, например, да. Ну зайдите в ванну, посмотрите, сколько у вас того шампуня. Пол бутылочки, это не значит, что есть. Когда шампунь заканчивается, последний выдавили. Конечно, это удобно, подбежали в магазин и купили, но вы сделали кому товарооборот? Когда вы подбежали в магазин и купили, сразу же, вам это удобно. Только выдавили последнюю каплю, пошли, купили. Но голову подключать тоже нужно. Смотрите, вот есть магазины, да. Доход владельца магазина зависит от товарооборота. Будут люди в магазин приходить, будут покупать, владелец магазина будет зарабатывать. Так ли? А если люди не будут покупать, то владелец магазина ничего не получит. Дальше смотрим. Правую часть. Мой доход зависит от товарооборота. Это вы каждый можете про себя сказать. Не про меня, я не про себя, я про себя говорю, а вы про себя. Мой доход зависит от товарооборота. Вы сами покупаете средства личной гигиены, косметику, витамины, аксессуары. Вы это покупали, покупаете и будете покупать вот до самого конца жизни. И не спорьте даже со мной. Вы мылись, моетесь и будете мыться. Только где вы будете покупать? У вас два выбора, два варианта. Вы можете пойти купить в магазине, вы можете купить у себя. Какой итог? Когда вы покупаете в магазине, доход получает дядя, владелец этого магазина. Когда вы покупаете у себя, доход получаете вы. Здесь, если вы сами поймете принцип вот этот, когда вам легче будет дальше работать. Почему-то многие новички считают, что если им нужно купить здесь, у себя, да, средства гигиены, они считают, что они покупают это у меня. Нет, когда вы покупаете, вы покупаете у себя, в своем интернет-магазине. Вы создаете товарооборот себе. И деньги за этот товарооборот будете получать вы. Да, кому приносить доход? Кому вы хотите приносить доход? Себе или дяде? Вот туда идете. Кому и создаете товарооборот. Я хочу покупать себе. Приносить доход себе и сама деньги получать. Мне однажды, вот за все вот эти полтора года, пока я в компании, мне пришлось купить судную паспу. Потому что не рассчитала. Я ее заказала, конечно, но до прихода заказа нужно было ждать 3 дня. А паспу дома совсем-совсем закончилась. Мне пришлось купить. Вот как от сердца оторвала вот эти деньги, которые я заплатила в магазине. Мне жалко было на самом деле, потому что я стараюсь создавать товарооборот себе. От моего товарооборота зависит моя зарплата. Я свой бизнес строю. Не хочу дяде бизнес строить. Каждый новичок задает такой вопрос. Могу ли я? Когда вот приходит в наш бизнес, он видит большие доходы. Когда у нас проводят консультанты 3-6% вебинара, вы видите, что у девчонок еще доходов нет. Они примерно такие же, как и вы. Вам, наверное, это легче воспринимать. А когда слушают директоров уже с доходами, то новички думают, а как же я-то? Я так не смогу. А всего-навсего мы новичкам рассказываем, что нужно делать. Какие наши простейшие действия. Вот эти действия. Ну, не знаю, проще некуда. Валь, ну, голова нормально начала работать, да? Зачем носить деньги? У нас и так денег немного, а еще свои деньги уносить кому-то. Что нужно делать? Смотрите, какие дети. Посещать обучение. Вы сейчас зашли на обучение, 81 человек. Это было несложно. Всего лишь по ссылочке перешли и оказались на обучении. Несложное действие? Несложное. Покупать продукцию для себя? Тоже несложно. Вы всегда покупали, вы умеете покупать. Вам в данном случае нужно просто научиться заказывать через интернет. В деньгах у вас будет только выгода. Потому что у нас и подарки компания дарит, и скидка есть, и распродажи есть. По деньгам это выгодно. Главное научиться правильно оформлять заказ. А то, что нужно вам, это бесспорно. Шампунь вам нужен, мыло вам нужно, гель для душа вам нужен. Есть что купить. Да, Владислав, у нас основную прибыль приносят потребители. Потому что многие говорят, что я буду пользоваться продукцией, мне продукция нравится, но бизнес мне не интересен. Чем больше ваших потребителей захочет строить бизнес, тем лучше. Мы должны объяснять, что бизнес строят, это выгодно. Пирамида? Интересно. Марта, ну вы тогда откройте Википедию и почитайте, что такое пирамида, чтобы так не висеться в следующий раз. А можете просто на крестик нажать и ввести из комнаты. Так, еще смотрите, что нужно делать. Приглашать людей. А приглашать людей, вот это сложно. Но, как я сказала выше, у нас система дается бесплатно. Система у нас такая, что люди к нам идут сами. Скорее всего, Марта к нам пришла сама. Ее в эту комнату никто под дулом пистолета не загонял. Но если ее бесит и кого-то еще бесит, можно просто нажать на крестик. А любая, да, Денис подсказал мне правильно, любая структура имеет форму пирамиды. Возьмите школу, да, во главе стоит директор, дальше идут заучи, да, и пирамидку построите. Кто испугался в школе работать или в больнице работать, это такая же пирамида, или в армии служить. Призвали парня в армию, а он говорит, как меня бесят эти пирамиды, я не буду служить. Но это смешно на самом деле. Люди просто от своей необразованности, от своей неграмотности начинают показывать глупость свою. Я всегда советую лучше разобраться, а потом уже умничать, да. Так, ладно, вот приглашать людей мы вас научим. Приглашать людей вот это самое сложное. Главное научиться приглашать. Строить ту самую пирамиду, которая нам деньги приносит, и которую так боится Марта. Так, кто будет помогать? Да, Олеся, здорово. Мне нравится, что у нас люди-то в большинстве своем уже нормальные, умные. Соображают, слушают, способны к обучению, да. А те, кто способны обучаться, те и будут зарабатывать здесь деньги. А, кстати, к слову о пирамидах. Запрещена финансовая пирамида, потому что, ну, многие сейчас, может быть, кто первый раз зашел, да, восприняли слова Марты, ну, как бы на себя, да, подумают, что, да, на самом деле пирамида, нас здесь обманывают. Смотрите, мы свою деятельность регистрируем в налоговой. Я пришла в налоговую службу и называю код нашей деятельности. У нас деятельность называется маркетинговые исследования конъюнктуры рынка. Я, когда вот эту деятельность им сказала, они что-то такое сложное название не поняли, спрашивают, а как попроще, я говорю, сетевой маркетинг, они, да, есть такое. И все, потом мне нужно было для банка взять справку в районной администрации, там тоже нужно было сказать деятельность свою, сетевой маркетинг, у них в перечне профессии это все есть, нам дали справочку, и мы открыли вот эту деятельность, сетевой маркетинг. Понимаете, нас зарегистрировала налоговая. Если это лохотрон, говорите так всем, кто против нашей работы, вот это говорите, потому что у нас совершенно спокойно регистрирует налоговая служба. Ни один лохотрон еще не был зарегистрирован, ни одна финансовая пирамида, которая запрещена, еще не была зарегистрирована в налоговую. Ну, Марта немножко нас посмешила, видимо, на крестик по моему совету нажала. Кто вам будет помогать? Да, залий, я включила запись. Будет, если получится. Кто будет помогать? Компания помогает. Компании выгодно нам помогать, потому что компания полностью организует логистику. У нас голова не болит об этом, да? Логистика – это доставка, хранение, бухгалтерия лежит тоже на компании. Мы не считаем сами свои деньги, хотя вот я свою команду учу считать, сколько они могут получить деньги. Но это для того, чтобы просто понимали, за что платят. Мы сами сиденье считаем, бухгалтерия компания не считает. Ответственность за продукт лежит тоже на компании. Также компания развивает лидеров, занимается развитием лидеров. Мне еще нравится, что компания разные программы придумывает, запускает для того, чтобы нам было проще приглашать людей в бизнес. Столько подарков, мы просто завалены подарками от компании. И когда мы новичков зовем, мы как можем говорить? Регистрируйте в Ревлэм, получишь подарок. В прошлом месяце это была орешница, в этом месяце это портативный пересос и так далее. В том году у меня есть блендер от компании. Ну вот это бытовая техника. Кроме того, у нас и косметики, и всего очень много. Спонсор помогает. Спонсор проводит бесплатное обучение, сопровождение структуры. И помощь в создании вашей команды. Потому что когда вы зарегистрируетесь, вот эту пирамиду, как говорит Марта, поможет построить вам ваш спонсор. После вашей регистрации спонсор следующего человека уже будет регистрировать под вас. Очень хорошая помощь. Обучение, во-первых, бесплатное. А во-вторых, помощь в создании структуры. Далее, ну если вам продукция не нравится, то тогда вы ее продавайте, если вам не нравится. А если вы сами для себя не хотите покупать и продавать не хотите, то через два месяца вас и компания просто автоматически удалят. Больше вариантов нет. У нас здесь деньги получают те, кому продукция нравится. Просто сами для себя решите, нравится она вам или не нравится. Другого варианта я не могу предложить. Давайте посмотрим, какие программы компания для нас делает. Для новых консультантов стартовая программа. Мы спрашивали вначале про стартовую программу, про шаги. Смотрите, каждый новичок в течение 21 дня, если хочет получить дополнительные бонусы, он делает заказы в каждом из трех каталогов, первых каталогов. Заказы на 100 баллов. Ну представьте, если продукции не нравятся, а подарки хочется, то как? Я не знаю, как, тогда никак, тогда ни продукции, ни подарков, конечно же, не будет. Кому деньги нужны, да, вот подсказывают мне. Кому деньги нужны, тому и продукция нравится. Мне тоже она раньше не нравилась, зато сейчас очень нравится. Я сейчас обожаю эту продукцию. Дальше. Программа лояльности. Вот когда вы делаете заказы, у вас копятся баллы. Баллы не сгорают, баллы копятся, но вот это баллы от вашего личного заказа, не групповые, а личные ваши баллы. И вот эти личные баллы вы можете впоследствии отменивать на подарки. 100 баллов – самый дешевый подарок. Там есть подарки за 100, за 200, за 300, за 500 баллов. Можете подкапливать и обменивать на подарки. Там даже есть наборы, есть продукты высокой ценовой категории. То, что вы не можете себе позволить, да, пока. А вот за баллы вы сможете себе легко купить за 1 рубль. Наталья, а подарков очень много. Там около сотни, наверное, в перечень. Вы просто тогда на копятся баллы, начнете делать заказ, и будет такая строчка. Программа лояльности. Это все на сайте, да, там продукция на выбор. Не из каталога она уже, а программа лояльности там отдельная. Да вот то же самое, в принципе, что и по каталогу. Средства гигиены, косметика, туалетная вода, аксессуары. Ну, все, что в каталоге есть, вот те же самые продукты. Они меняются, каждые 3 каталога. Обновляется программа. Так, Аня еще спрашивает. Пример, клуб 200 рублей. А, это для новых консультантов. Сейчас, скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. А, это вот программа «Добро пожаловать», то, что Аня спрашивает. Когда консультант у нас, новичок, проходит первый шаг стартовой программы, да, 100 баллов делает, он имеет такие бонусы. Скидку на номер 200 рублей сразу. 200 рублей вам компания начисляет. Ну, это зарплата такая маленькая ваша, зарплатка новичка, да. Так, сейчас еще. Один продукт со скидкой 50%, есть такое, да, это за 100 баллов. И продукт по программе лояльности. Все. Вот, ну, это не вопрос был, я так поняла, что Анюта это не подсказала. Это для новых консультантов. Знаете, бывают такие программы, что вы делаете заказ на 100 баллов, а 100 баллов это 3300 рублей примерно, и вам подарками возвращается около 3000. Эта компания так поддерживает новых консультантов, чтобы им не накладно было, чтобы им интересно было, чтобы новички наши попробовали продукцию, чтобы продукт, ну, как можно сказать, что продукции не нравятся, ничего не подходит. Это на самом деле нужны все полторы тысячи. Вот очень выгодно быть в премьер-клубе. Премьер-клуб, ну, вот это то же самое, что и программа стартовая для новичков. Только премьер-клуб, он для старичков, идет для тех, кто делает заказы по 150 баллов. Все, очень выгодно. Здесь и условия зарплаты выполняются, да, 150 баллов личный заказ, это условия зарплаты ваших. Дальше давайте смотреть. Программа для менеджеров Турбород. Когда вы выходите на уровень менеджера, на каждом менеджерском уровне вы еще получаете премию дополнительную. Программа для директоров «Мой автомобиль». Компания начисляет 9 тысяч в каждый каталог на автомобиль. Эти деньги вы можете хоть на автомобиль тратить, кредит на «Шкоду Рапид», именно на «Шкоду Рапид» идет по этой программе, либо на любую другую свою мечту потратить денег. И программа для директоров «Мой дом». Это с уровня золотого директора. Я пока получаю по программе «Мой автомобиль» по 9 тысяч за 3 недели. Плюс в зарплате получается за 3 недели 9 тысяч, а за месяц 12. Ну что вы думаете, я не буду покупать, и я когда-то скажу, что мне продукция не нравится. Она мне очень нравится, я ее просто обожаю. Так, что получаем в результате? Я здесь вам показываю уже то, что я получила. Тысячу долларов мы получили. Это премия была. Вот 70 тысяч рублей, здесь уже мы с мужем номера объединили. Премию такую получили тоже. 8 каталогов продержали уровень директора. Ну, по турборосту вот 12 тысяч, 9 тысяч рублей, 3 тысячи рублей. Это за менеджерские уровни я получала. По программе «Мой автомобиль» 9 тысяч рублей. Сейчас уже мы получили вторую тысячу долларов. Да, на слайд не попала. Вторая тысяча. В январе получали. Еще я получила вот такой доход от компании. Так, а доход с августа по декабрь 2014 года. 519 тысяч рублей. В школе у меня за год было 300 тысяч, а здесь за полгода 519. Получила от компании за уровень директора такой вот серебряный значок. Скоро будет второй и скоро ждем уже два таких золотых значка за золотого директора и за старшего золотого директора. Компания на значки тоже не скупится. Значки, ну, видите, даже вот в такой коробочке красивой на BMW нам их кручали. И, ну, вот там листочек лежит, да, показано, что это серебро, сколько веса у него. Такая символическая сумка для документов. Такие сумочки нам тоже вручали на BMW тем, кто собирается на золотую конференцию в августе в Валентине. В среднем, да, 100 тысяч, 114 я даже там насчитывала, 114 где-то тысяч в месяц идет. Признание я получила от компании. Попала в Альманах 48 историй успеха. Вот здесь как раз открыта страничка, где моя фотография там в зеленом таком платье. История успеха. Я писала ее и напечатали в журнале. Итак, в чем смысл работы? Мы приглашаем как можно больше людей в нашу команду, как можно больше потребителей. И здорово, если кто-то из этих потребителей начнет строить с нами бизнес. Им не просто будет нравиться продукция компании, а люди начнут строить бизнес. Какая разница на чем строить бизнес? Косметика – это вот самый ходовой продукт. Косметика – средство гигиена. На продуктах питания тоже можно, да, но только что сетевого маркетинга нет на продуктах питания. Откуда берутся деньги? Люди, которых вы пригласили в свою команду, они делают заказы на любую сумму. Не ограничено. Если сомневаетесь, если боитесь, что вас кто-то будет заставлять делать заказы, откройте устав компании. Идите просто в Яндексе устав компании Арифлейн. И вот там написано, что ни один человек не может вас принуждать делать заказы на определенную сумму. Делайте хоть один балл, да, хоть 30 рублей раз в год. Другое дело, что вы не заработаете на это. Чтобы заработать, нужно покупать, конечно же, и пользоваться. Что нужно делать? Нужно как можно больше людям рассказывать о нашем бизнесе. Рассказывать о том, как у нас здорово, какие у нас деньги, какие у нас подарки. Чем больше вы будете рассказывать, тем больше у вас будет людей, тем больше людей к вам придет. Кто будет помогать? Помогает компания, помогает спонсор. Компания помогает программами. Нам очень выгодно в этой компании расти, получать подарочки. А спонсор помогает обучению и наполнению вашей командой людьми. Что получаем в результате? Во-первых, все пришли за материальной независимостью. Все хотят кормить своих детей вкусно, одевать красиво, хотят, чтобы дети были здоровыми, хотят, чтобы родители были здоровыми. Мы и родителям тоже помогаем уже. И дочь у нас в институте учится, она практически себе ни в чем не отказывает. И я рада, что я могу это позволить себе. Мы пришли за материальную независимостью, мы здесь ее получим. Плюс к этому прекрасную косметику. Как успешно стартовать в нашем бизнесе? Не выдумывать ничего своего. У нас есть инструкция. Новички, возьмите инструкцию для его спонсора и следуйте им. Не надо придумывать никаких новых инструкций. Потому что мы выросли по этим инструкциям. Мы научились зарабатывать по этим инструкциям. Я никогда инструкции Родионовых не обсуждала. То, что мне говорила Алена, то я и сделала. Поэтому у меня был быстрый рост. Есть у нас люди, которые послушают вебинар, допустим, или прочитают наш сайт с инструкциями и говорят, да, ну, я лучше придумала. И вот этих людей, кстати, у нас уже нет. Чтобы придумать лучшее, это нужно одно попробовать, не получилось, второе попробовать, не получилось, третье. Вот так много разных способов перебрать и найти лучший. А у нас уже вот этот лучший способ уже найден. Возьмите его, применяйте и зарабатывайте. Шведская компания. Я сейчас уже убедилась, что Арифлэм – это самый быстрый шаг к достатку. Почему? Для кого-то год-полтора – это долго. Я сравниваю всегда со своей работой в школе. 17 лет я отработала, я богата не стала. 23 года муж отслужил государству, он богатым не стал. Ну, видите, да, 17 лет, 23 года, или здесь за полтора года мы имеем доход от 100 тысяч рублей. Мы еще и увеличиваем свой доход. Моя цель – зарабатывать от 250 тысяч в год. Ой, не в год, а в месяц. Напишу в страйб. И последний слайд у меня. Невозможное возможно по частям. Не ставьте себе цель сразу бриллиантовым директором стать. Я вообще так далеко никогда не заглядывала. Разбивайте свои цели на маленькие цели, а маленькие цели уже на действия, на ежедневные. А у нас какие ежедневные действия? Посещать обучение ежедневно – это обязательно для тех, кто хочет зарабатывать. Ну, и у нас по инструкциям какие действия? Допустим, подавать объявления на Авито – это несложно. Каждый день, да, по 3-5 объявлений вы подаете. Их блокируют, а вы снова подаете. Менять статус в одноклассниках сложно? Нет. Добавлять фотографии, какие-то мотивирующие картинки сложно? Нет. С людьми общаться сложно? Нет. Вы вот это делаете, да, и вот эти маленькие, несложные, простые действия, они приведут вас к результату. Работая каждый день по 2-3 часа, вы через 2-3 года себе обеспечите материальную независимость. Работая на дядю, работая на наемной работе, через 20 лет, через 30 лет вы не станете материальной независимой. Знаете, поэтому нужно работать. Марин, будет 3%. Ты у нас очень стойкая девушка. Будет 3%. А где, вот сложно выйти на 3%. Потом уже, когда набирается команда, она начинает разрастаться, как снежный фон. Потом уже будет легко. Ну, у меня на этом все. А, скайп просили. Сейчас напишу скайп. И будем заканчивать. Так, все правильно вводим. О, Валерия у нас вышла к мягче на 3%. Поздравляю. Так, моя команда 123, 127, 128, 129, 130. Есть в чатах ссылочка. Переходим в другую комнату. Во всех чатах уже есть ссылка. Пока моя команда переходит в другую комнату, если у вас вопросы есть, вы можете задать. Если нету, то тогда я отключаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok.